Здравствуйте, уважаемые зрители! С вами снова Клим Вячеслав. Сейчас я продолжаю свои рассказы про профессиональный видеосвет накамерный. Если вы помните, то в своем первом выпуске ссылочка, как обычно, сейчас появится немножко сверху. Я вам рассказывал про свой накамерный свет EXTRA DIGITAL LED 5001. И сейчас я хочу представить вашему вниманию новый свет, который мне пришел буквально сегодня из магазина LED 5008. Вот сейчас я подношу ближе, вы можете посмотреть на него. Сейчас я сделаю такой небольшой краткий анбоксинг, то есть видео из коробки. И в следующей серии у меня будет практическое сравнение двух моих накамерных видеосветов. То есть первый это LED 5001 на трех сверхъякких светодиодах, о котором я раньше рассказывал. И второй вот этот новый свет LED 5080, который имеет уже 8 сверхъякких светодиодов. Ну, вы знаете, так уже мне не терпится самому эту коробку открыть, потому что вот забрал только что с новой почты пришла посылочка. Давайте все-таки посмотрим, что в коробочке внутри. Сейчас мы ее... Ну, давайте сначала посмотрим на внешнюю сторону коробки. Так, что тут у нас? Ага. Ну, надпись. Вот сейчас вы можете посмотреть попугающий такой фотоаппарат. Сравнение. Сейчас я еще ближе поднесу. Понятно, как бы реклама. С этой стороны видно количество люмен. 1540 люмен производитель пишет. Мощность 22 ватта. Переворачиваем. Ну, и тут вы можете видеть батареи. Маркировка батарей, которые подходят F570, F770 и F970. И опять же мощность и количество люмен. Ну, тут написано how to use, то есть как использовать. Понятно. Ну, думаю, что это читать не стоит. И так понятно. Professional Video Light LED-5080. Ну, аж самому нравится. Ну, с тыльной стороны ничего нету. Хорошо. Давайте посмотрим, что за внутренности у этого зверька под названием вот этот свет. LED-5080. Так. Достаем. Ага. Ну, батарея. Батарея упакована. Вся такая. Так, сразу вставим в сторону. Ага. Батарея пак. Ближе подношу. 7,4 вольта. 2 200 мАч. Так. Ну, понятно. То есть, собственно говоря, такая же батарея приблизительно была и на старом свете. Ну, она такая новенькая, вся красивенькая. Попозже мы её поставим на зарядку. Итак, батарея. Да. Кладём вот рядышком. Так. Ага. Вот ещё тут что-то есть. Значит, это штекер к зарядному устройству. Так. Перегородка. В сторону сразу. Так. Так. Сам свет, да? Тоже упакован в целлофан. Откладываем целлофан в сторону. Ну, давайте теперь посмотрим на сам свет. Ну, выглядит так солидно, я бы сказал. Давайте сейчас его чуть отложим в сторону. Посмотрим вообще, что ещё в коробке нам положили. А потом уже будем более детально рассматривать. Так. Вот ручка такая. Интересная. Тоже упакованная в целлофан. Целлофан в стороночку. Такая эргономичная ручка. Вот берём её. Угу. С одной стороны ручки штативное отверстие. Ну, в принципе, неплохо. Со второй стороны ручки гнездо. Типа горячий башмак. Ну, в принципе, тоже как бы вещь нужная. Теперь можно, как Прометей, смело нести этот свет в руке. Хорошо. Так. Что у нас ещё? Ага. Перегородочку в сторону. И тут у нас имеет место быть зарядное устройство. Тоже всё аккуратно упаковано. Такое. Я бы сказал, даже запаяно. Вот. Заклеено. Давайте его раскроем сразу. Где-то тут... Ага. Вот был переходничок. Значит, это хорошо, что в комплекте идёт переходничок. Под такую вилочку. Значит, раз. Насаживаем. Всё. Ну, заряжай не хочу. Давайте попробуем поставить. Как у нас батарея будет входить. Так. Ну, так, ничего. Нормально. Входит с усилием, но нормально. Угу. Всё. Ну, это лучше, если бы чем она выпадала. Так. Батарея понятна. Зарядное устройство понятно. Ручка тоже понятна. И дальше идёт инструкция. Инструкция на... Секундочку. Сейчас мы её... Так. Попробуем развернуть. Ну, понятно. Такая простыня. Значит, с обратной стороны китайский язык, разумеется. И с этой стороны вот такая инструкция. LED 5080 Video Lite User Guide. Ну, User Guide мы читать не будем. В принципе, тут как бы понятно даже по криптограммам, что это такое. Ну, тем не менее, это есть. Хорошо, что это есть. Лучше, чтобы она была, чем когда её нету. Так, откладываем чуть-чуть в стороночку коробку нашу. Ну, и давайте посмотрим теперь, что из себя представляет свежекупленный такой свет наш. Ну, всё так вроде аккуратно. Смотрю. Все винты закручены нормально. Вот. Давайте начнём. Вот. Ну, например, с левого бока, да? Наш осмотр с вами. Что мы имеем здесь? Перевключатель. Точно так же, как на старом свете. Здесь диммер мощности. Тоже как бы ничего нового. Всё так же получается. Так, теперь. Из того, чего не было раньше, я вижу крепление. Вот это крепление света. Вот так. Значит. Ага. Интересно. Пока как бы трогать не будем. Тут, наверное, надо отверточка. Значит, дальше. Что ещё? Вот интересно. Сейчас я возьму ручку, чтобы пальцем не тыкать. Ближе поднесу. Интересно. Вижу штативное гнездо. Вот оно. Это тоже как бы так неплохо, я бы сказал. На ответной части, которая вставляется в горячий башмак, снизу есть штативное гнездо. То есть, можно ещё прикрутить её прямо на штатив. В том свете этого не было. Это как бы неплохо. Хорошо. Дальше. О! Смотрите, что с другой стороны. С другой стороны есть место под адаптер. И его можно использовать не только от батареи, а ещё и как бы... Вот сейчас я покажу. Если вы видите. Да, видите. Да, вот он. Его можно использовать ещё и от внешнего источника питания. Это классно. Это хорошо. Вентиляционные отверстия достаточно большие. Это тоже хорошо. Ну, давайте теперь откроем. Так. Шторки. Открываем шторки. Ну, для тёплого света. Рассеиватель. И сердце этого света. Вот такие светодиоды. Выглядят так, вы знаете, очень достойно. Мне кажется, красиво. Так. Хорошо. Ну, давайте попробуем что-ли его включить. И проверить, работает ли он. В принципе, потому что я его ещё не включал. Так. Всё отодвигаем. Ручку убираем. Берём аккумулятор. И вставляем аккумулятор в... Так. Так вот, сходу, видите? Опа, есть. Сходу. Так, быстро не получается. Давайте всё на минимум поставим. На минимум. И включаем. Ес! Всё работает. Всё отлично. Замечательно. Так, теперь проверим диммер. Это минимум, максимум. Вау! Круто! Круто, круто. Ну-ка, посветим на коробочку. Вау! Какой за свет давайте минимум. Раз минимум. Не, вы знаете, ничего, ничего. Очень даже неплохо, я бы сказал. Так. Ну что? Выключаем. Ну что ж, уважаемые зрители. Вот перед вами такой кратенький... Ой, чуть не упало. Перед вами такой кратенький анбоксинг нового моего света. Света накамерного света LED 5080. В общем-то, я доволен тем, что я вижу. Очень, как бы, всё неплохо сделано. Ну, а о его практических недостатках, либо достоинствах, я думаю, что будет известно после какого-то срока его эксплуатации. И не забудьте подписаться, пожалуйста, на мой канал, если вы интересуетесь видеосъёмкой или просто вам это видео интересно. И вы обязательно узнаете его сравнение с другим моим светом на камерном видео, светом LED 5001. Ну и вообще, я вам буду рассказывать о том, как этот свет себя показал в дальнейшей эксплуатации. На этом мой кратенький анбоксинг я считаю законченным. С вами был Клима Вячеслав. Я желаю вам всего самого-самого хорошего. До свидания. Продолжение следует...